Юная Адриана уже вовсю хозяйничает в комнате нового детского сада. Переставляет контейнеры, пересаживает кукол. После праздников мама поведет ее именно в этот корпус, который только открылся после строительства. От дома до современного обустроенного яркого и красивого здания идти всего 7 минут. Лично мне понравилось здесь то, что ребенок везде может все сделать сам. Не обязательно ходить за ним по пятам. И ступеньки везде, маленькие перила, везде антискользящие покрытия. Очень удобно, мне очень понравилось. Продуманность в плане именно для маленьких-маленьких деток. Новый корпус 291 детского сада примет 112 воспитанников. Будет 6 групп. Одна из них для детей с ДЦП. Первая в Самаре интегрированная в общеобразовательный сад. Еще одна группа для детей с расстройствами аутистического спектра. Комфорт создан и для маломобильных ребят. Также будут работать и дополнительные творческие кружки. Весь персонал уже подобран и прошел соответствующее повышение квалификации. Мы стали больше. Мы расширились. Потому что в первом корпусе у меня 7 групп. В этом корпусе 6 групп. Конечно, детский сад стал больше, коллектив больше. Детей мы сможем взять больше. Те, которые остаются в очереди. 112 человек. Поэтому ждем с нетерпением наших воспитанников. Все оборудование соответствует современным стандартам. Особое внимание и безопасности. Системы пожаротушения и видеонаблюдения. В этом в день открытия убедились и почетные гости. Помещение смотрели губернатор региона Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава Самары Елена Лапушкина. Губернатор подарил коллектив учреждения, развивающие пособия для детей. Очень надеюсь, что этот сад станет по-настоящему вторым домом. Ничто не заменит, конечно, тепла родных и близких людей. Но отношения педагогов, руководителя детского сада говорят о том, что и здесь постараются воспитатели, в первую очередь, да все, конечно, уверены повара, постараются. Для того, чтобы деткам здесь было интересно, было вкусно, чтобы вы чувствовали, что у вас ребенок в безопасности. Детский сад был построен на средство национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Наконец-то, благодаря национальному проекту «Демография» это здание возродилось, это здание получило новую жизнь, такую востребованную жизнь, где будет раздаваться детский смех, где будут заниматься с нашими детьми. Поверьте, для города это очень важно и очень значимо. В завершении торжественного открытия почетным гостям вручили приглашение уже на следующий день рождения садика, который состоится через год. А пока детям-воспитателям нужно будет обжить новое здание, сделав его по-настоящему уютным. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.